«О люди, живущие сейчас и те, кто будет жить позже, все противоречащие шариату обычаи и традиции из джахилии, под моей ногой». Почему здесь пророк, алейиссаляту ассалям, сказал «под моей ногой»? Потому что он знал, что в будущем, после того, как он покинет этот мир, появятся некоторые люди из уммы, которые возьмут обычаи и будут их придерживаться больше, чем придерживаются религии. Религия у людей на языках, а в крови – адаты джахилии, следование которым лишило мусульман достоинства и унизило их. Посудите сами. Один из джахилийских адатов – это то, что женщины носят одежду из лоскута в ткани. Эта одежда не закрывает тело, и это адаты из времен джахилии. Во время джахилии были распространены азартные игры. Посмотрите, сегодня многие люди «живут» в игровых залах и казино. Во времена джахилии было распространено пьянство. Посмотрите, сколько сегодня употребляющих алкоголь. Многие пьют, не просыхая. Одни производят, другие продают, третьи пьют. И всё это – результат того, что мусульмане забыли прощальную хутбу посланника Аллаха, салляллаху алейху асалям. Джахилийские адаты распространились в обществе так, будто бы и нет этих 85-90% мусульман среди населения Дагестана. Мы будто бы вернулись в эпоху джахилии. Посмотрите, как доисламские адаты распространились в нашем обществе. Это достигло такой степени, что люди уже не в состоянии следовать исламу. Сколько всяких адатов связано с женитьбой или замужеством. Люди влезают из-за этого в долги и даже берут деньги под проценты или банковские кредиты. Посмотрите, как распространилось взяточничество и коррупция в нашем обществе. Везде и повсюду. И потом люди стараются делать вид, что все хорошо, и дают садаха заработанных харамом денег, пытаясь намазать маслом сгнивший хлеб. И все эти и другие адаты, которые распространились среди нас, это о них посланник Аллаху алейху асалляту асалям сказал, что они под его ногами.